Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семена Чемоданных, с вами я, Славян, мы в полном составе, наводим марафет, у нас на самом деле раннее утро, мы вот здесь вот ночевали на такой парковке, но мы не одни были, здесь вот еще ребята ван лайферы, это турки. У нас был шикарный вид на вот эту гору, это крепость, вот она идет, она подсвечивается, но ночью в темноте это выглядело все гораздо-гораздо масштабнее, видимо из-за подсветки, здесь зона отдыха, там море. И первым делом с утра мы хотим сходить на пляж, посмотреть как здесь это все устроено, ну именно здесь в городе Газипаша, давайте с нами, ставьте лайки выпуску, пишите комментарии и погнали. Все вы знаете, как мы очень любим автопутешествия без машины, путешествия это какие-то недопутешествия, ведь машина дает настолько много возможностей и еще больше дает возможности машина, которая имеет полный привод. И это значит, что вы можете проезжать в места, которые недоступны большинства людей, имеющих машину, но не имеющий полный привод и крутую проходимость. Я знаю, что много зрителей, которые нас смотрят, сейчас находятся в поиске автомобиля для своих автомобильных путешествий. Так вот, друзья, сейчас у УАЗа проходит очень крутая акция и таких цен никогда не было на российском рынке. Давайте посмотрим вместе с вами. Переходим на сайт и здесь мы видим, что УАЗ Патриот можно купить за 1 миллион 104 тысячи рублей, УАЗ Хантер за 996 тысяч рублей, а Буханочку можно взять от 880 тысяч рублей. Давайте кликнем на баннер и посмотрим, какую можно получить выгоду. Например, на УАЗ Патриот выгода до 426 тысяч рублей, на Патриот с автоматической коробкой до 400 тысяч рублей, например, Патриот экспедиционный, прикольный цвет, выгода до 400 тысяч рублей, Пикап до 431, Хантер до 399 тысяч рублей и даже можно получить скидку чуть больше полумиллиона. Давайте на примере УАЗ Патриота посмотрим, какие есть скидки. Здесь указана рекомендованная розничная цена относительно той комплектации, которую вы выберете. Здесь идет цена с учетом максимальной выгоды, скидка 20% по программе госкредита, также есть трейд-ин и его выгода, также указана максимальная выгода в рублях. Ну а если интересуют проценты, то можете посмотреть в процентном соотношении. Жмем на онлайн-витрину, здесь мы можем выбрать ваш город, выбрать различные модификации, выбрать комплектации, выбрать год выпуска, а также цвет. После того, как вы выбрали нужные параметры, вы щелкните на автомобиль. Здесь вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваш автомобиль, посмотреть его живые фотографии, также вы здесь можете увидеть скидки, которые вам подходят и итоговую цену. Все подходит, жмем забронировать автомобиль. Особо хочется отметить, это то, что цены на онлайн-витрины гарантированы заводом, а личный кабинет очень простой и понятный. Заходите на сайт, выбирайте нужную модель и покупайте. Ссылочку я оставляю в описании, как всегда. Хороших вам путешествий! В том году, когда мы начали жить в Турции, мы очень кифовали вот от этих историй. То есть у них везде стоят беседки, везде стоят мангалы, везде стоят краны с водой. И совершенно нет никаких вопросов, где тебе пожарить шашлык, где отдохнуть. Все это самое главное бесплатно. Это их культура. Также у них повсюду стоят детские площадки, мусорки. Правда, мусора вообще валяется очень много. Вроде мусорки-то есть, даже раздельный мусор. Но за мусор, за чистоту еще нужно здесь бороться и бороться. Повсюду есть туалеты. Вот они. И где-то там уже начинается пляжная линия. Сегодня в выпуске мы еще обязательно поездим, посмотрим квартиры. Мы хотим именно здесь, в газипаше, снять. Потому что в том году, когда мы здесь оказались, нам здесь понравилась очень сильно природа. Здесь ее реально очень много. Гор, различных бухт. И здесь такой райончик, знаете, городочек такой тихенький, спокойненький. Поэтому посмотрим какие-то варианты и, возможно, что-то уже будем договариваться. Так, мы попадаем на такую, видите, площадь. Здесь стоит стела. Пока я еще не знаю, кому. Есть аквапарк. И, собственно, дорожка уходит на центральный пляж. Посмотрите, какая там природа. Какие там красные скалы. Именно красные. Вчера, кстати, вот сколько ехали по дороге. Огромное количество красных скал. Средиземное морешко. Волейбольные площадки. Здесь песочек. Очень шикарно. Пляж еще пустой. Людей мало. Но с утра сразу люди бегут купаться. Я вот ничего не взял с собой. Поэтому мы, наверное, без кубки пока с утра. А вообще утром купание, это, конечно, самый кайф. Ну, так же, как на закате, знаете, на рассвете, на закате. Так, здесь что-то с дельфином. Пожалуйста, бананы. Красота. А, какое прекрасное море. Какая красотища. Смотрите, какой пляж пустой. Ну, ладно, не покупаемся. Хотя бы ноги помочим. Попробуем. Вау. Вообще молоко парное. Слушай, ты. Я здесь в декабре купался. Было 22. А сейчас-то вообще ничего себе. А цвет-то какой. Не знаю, как вы. Да, Мирошка? Но я купаться буду. Давай ручку мне, давай. Мирошка сразу же зашел. И пошел купаться. Я такой теплой воды вообще не помню. Где? На Средиземке? Вообще я мне помню. Ай. Ай. Давно хотели завтрак. Смотрите, какая красота. Вау. Турецкое варенье. Турецкое варенье. Турецкое варенье. Ага. Давайте. О, даже арбузик есть. Так, кастрюля с чем-то, не знаю. Так, хлеб, еще хлеб. А, это сладости. Это яишко. Да. Ага. Это мы заказали, в общем, два завтрака. Мальчишка в чай. Спасибо, что у меня есть. И топьер. А мальчишкам чай. Завтраки в Турции, они как бы разные. Но в целом, это в любом случае обжиралово. Здесь у нас были и омлеты, дополнительно потом еще омлеты принесли. И хлеб, и фрукты, и сыры огромное количество, и оливки, и помидоры, и огурцы. Короче, вот, смотрите, у нас вот так вот еще остается, и мы это вообще не можем в себя впихнуть. Будете есть ли в Турции, обязательно первым делом попробуйте завтрак в турецкий. Мы позавтракали, и это было, это было очень сытно. По деньгам вышло 200 лир, учитывая, что нам дополнительно еще принесли два омлета. 200 лир на 3, ну, грубо говоря, 630 рублей, два таких огромных завтрака. Так, залили немножко топлива на 500 лир, 20 литров. Здесь он, кстати, дорогой, вот цена его. И еще кайф, смотрите, купил масло на доливочку Кастрол Эдж. Стоит всего лишь 800 рублей, прикиньте. У нас вот такая вот банка Кастрола литровая, именно Эджа, будет стоить примерно 2300. Прикиньте разница? Ну, а теперь после завтрака все дружненько выдвигаемся купаться. Посмотрите, какие здесь душевые. Как это очень классно все смотрится. А пляжи по-прежнему пустые, но это и хорошо. Это мы очень любим, когда можно наслаждаться морем. Аккуратно складывайте, Артем, футболки свои, и пойдем купаться. Ух ты, смотрите, какую рыбу. Ой, я не успел показать, такая длинная-длинная, плоская. Так она вот так вот придется. Ладно, пойдем купаться. Папа, подкрикнем, классно, это рыба бить. Немного верно. О, теплющая-теплющая вода. Ой, кайф. Чистейшая-чистейшая. Там глубоко, сынок, сразу глубоко. Ой, кайф. Ой, какая соленая вода. Нифига себе. Ну как, парни, тепло? Тепленько? Приехали мы на первый просмотр. Родька остался в машине, Настяка тоже, Мирончик тоже. Мы идем с Артемкой. Не знаю, сейчас глянем, вариантов вообще мало, вообще мало. И, как правило, вообще все без мебели. Слушайте, ну, короче, с квартирами полная задница, пообщались с агентом, тоже не в зуб ногой, как говорится. Задаю вопрос, она, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Вот, в итоге, пока ждем. Пришли сейчас, покушаем. Дальше будет видно. Мы решили заказать, значит, суп, ну, такой вот тавук, это чорбака, тавук, ну, твариный суп. Вот, если что, вот еще по ценам. Ну да. Вот еще. Вот еще. И будем еще на десерт кюнефа, это вообще очень крутая штука. В Турции, когда садишься за столик, заказываешь еду, тебе сразу приносят водичку. Где-то маленькие приносят каждому, в этом вот заведении приносят большой бутыль. Так, вот, пожалуйста, нам несут сразу еду к еде. Вот, красота. Ну, такие небольшие закусочки. Чтобы вы понимали, вот это мы как бы не заказывали, это подается, и вот это тоже мы не заказывали. Это к супу такая подача. Ну и, собственно, нам принесли нашу чорбу. Настенка как? Очень вкусно. Очень вкусно? Да, тут крупой куриный супчик такой. Настолько был кюнефа вкусный, что мы даже не сняли. Все вышло у нас 165 лир. Солнце уже зашло. Включили фонарики, и вот, кстати, подсветили вот эту крепость. Просто когда едешь в темноте, да, в начале выпуска говорил, кажется, как будто это такой огромный забор, который остался. А по факту нет. Как-то там периметр только. Надо туда сделать восхождение. Здесь, кстати, еще есть вот такая стена. Это, видимо, продолжение, либо наоборот, начало вот этой крепости. Здесь сделали проезд, и вот такие проходы. Все подсвечивается очень красиво. Утро начинается не с кофе, а с похода в магазин. Детки проснулись и захотели фруктов. Пошел, сходил до седнего магазина. Единственное, что было, это яблоки и груши. Утемка попросил еще рисовую кашу. Пока я ходил в магазин, Настенька уже ее сварила. Настенька вон с Роджином гуляет. Родик, ты как? Ой, Мирончик, ты как? Ты как, сынок, хорошо? Что за хорошо? Ну, а я ем бутерброд и кофе. Занимаемся. Пропустили, на самом деле, много уроков из-за того, что мы очень много едем. И вот здесь решили постоять несколько дней. Поэтому, естественно, учимся. Темка пока обучается. К нам подошел мужичок. Он отдыхает в соседних автодомах. И ему рассказывает, что он художник. Показывает ему работы. Говорит, я рисую. И показывает ему его портреты. И говорит, это мои русские друзья. Но я про то, что когда ты останавливаешься, еще общаешься с иностранцами. И, знаете, вроде ты на пальцах друг другу объясняешь. Как бы нет особого такого барьера, да, языкового. Все друг друга понимают, в принципе. В общем, этот мужичок Артемку все объяснял. И подарил ему три карандаша. Он ему объяснил, что карандаши существуют разной твердости. Подарил ему вот такую вот тетрадку огромную для рисования. Здесь такие интересные листы. Типа картона. Да, типа картонные. Для того, чтобы на них удобнее рисовать именно карандашом. Ну и показал свои работы, да, Тём? Да, вообще, у него такие... У него как настоящая фотка просто работает. Прикинь, вот так вот можно научиться рисовать. Ты рад? Да. Вот так вот. Настенка не выдержала всей этой жопы, которая здесь творится. И решила хотя бы наш угол здесь полностью убрать. На самом деле, мусора огромное количество. Мы вот здесь в Сталин несколько дней, поэтому Настя решила все это дело прибрать. Я не знаю, почему так у турков принято. Вроде и баки везде стоят, и раздельный мусор, и куча всего для того, чтобы на дороге вообще не валялось мусор. Но они его выбрасывают. Вот даже соседи, которые с нами стоят, вчера видел, что-то там опустошило бутылку. И опсюх, вкусно. Я такой думаю, ну как так-то? В общем, такая история. Но это буквально маленький клочок, потому что можно еще вон там, вон там, вон там убираться. Водные процедуры. Да, мама голову моется, но вышмыться. Вот и все, готово. Голова в Настеньке чистая, как говорится. Бак на крышу машины, это было лучшее изобретение славяна. Ну, конечно, не мое, но я сделал подробный выпуск, ссылочку оставил. Довольны? Так, 1 плюс 1, 7500, 3 месяца оплата, плюс 3 месяца депозит. Депозит? Да, сидим в агентстве, выбираем те варианты, которые есть. Ну, Атемка со мной решает вопрос жилья поддерживать, да? Честно говоря, ситуация вообще непростая, очень сложная. И вот единственное, что есть такое, ну типа из раздела более-менее по цене решаем. Спустя, пожалуй, час переговоров, единственный вариант, который мы нашли, за 7500 турецких лир. Хочется посмотреть, но это не прям, короче, такое типа вау-вариант. 7500 просит там хозяина за 3 месяца, 7500 просит за депозит, плюс 7500 турецких лир, это комиссионные, агенты. Хочется посмотреть, чтобы понять, да-да, нет-нет. Если это как бы вообще не наш вариант, значит, это не наш вариант, значит, мы не будем уже дальше бороться. Но в целом, через переводчик мы очень хорошо пообщались, прям приятно, потому что, ну вы понимаете, цена 7500, это, ну буквально там 20 тысяч рублей на наши деньги. Квартира 1 плюс 1. Вот дом, огороженная территория. Здесь парковка. Так, подъезд. Свеженько все. Вот. Второй этаж. О, спасибо. Мрава. Мрава. Так. Вот. Комната. Так, вид из окон. Вон машина наша. А, балкон, осторожно, Тёмн, подожди. Шейлер ели, бакан, то есть, 0. А, окей. Новый мебель. Новый мебель. Окей. Новый мебель. Новый? Новый мебель. Новый мебель. Новый. Так, здесь вот еще вид. И балкон. видно горы и еще ванная какая малышка узнал у них получается два года дому достаточно свежий но по сути в доме ничего нету кроме вот тут есть беседка мангальная зона и все от центра ну буквально пять минут на машине там быстро бы доехали вообще виды комплекс называется стела с тесла либо tesla приехали мы в общем опять на стояночку посмотрели квартиру ну на самом деле впечатление они первое то что дом новый хорошо то что в принципе он почти в центре это хорошо квартира новая хорошо мебель новая хорошо матрас новый хорошо ну в принципе условно никто не жил но минус один это то то что она маленькая в ней прям ощущаешь себя вот поэтому скорее всего нет будем смотреть дальше а ну и в доме нету никакой инфраструктуры там не бассейнов ничего ну и дом турецкий то есть там я думаю что почти все турки живут это как бы неплохо но это и не ебалко хорошо то есть если было бы русскоязычной комьюнити так гораздо было бы проще и в каких-то моментах интереснее будем продолжать поиски по крайней мере я уже посмотрел как работает именно турецкие агентства посидел пообщался сколько часа полтора наверно я там с ним сидел через переводчик то есть им не все равно они тоже хотят помочь да все сейчас собственники лупят какую-то бешеную вот эту комиссию типа давай мне там три платежа там 6 платежей кто-то сразу за год просит конечно это котлета ну вообще мощная по плюс риэлтору естественно нужно дать тоже такую же комиссию какие размер месячной оплаты не знаю сколько мы проживем здесь на берегу в газе паша конечно здесь уютно хорошо сам городок очень классный насколько нас хватит не знаю плюс геморрой с этими щитами ну ладно сейчас все будем дальше и разбираться заехали тоже кафе где вчера обедали также взяли 4 супа 160 лир потом еще заехали в магазин купили воду немножко продуктов хотим сегодня мясо пожарить здесь красота эти печи стоят столы есть поэтому попробовать правда я еще не понял как этими печами пользоваться где костер разводить внизу или наверху надо разбираться вот и про что говорил видите раковины это очень удобно и типа а-ля печи видимо здесь они жгут это типа от ветра потом ставишь и кладешь решетку либо шампурики наш уголек сейчас мы это дело все боя же и готовим ну плюс-минус у меня получилось я правда жду что ко мне кто-то пойдет и скажет правильно делаешь надо там разводить костер короче ладно будем жарить и такие штуки типа типа люля кебаб но сделаем их на решетке да выглядит конечно все максимально круто вот там вот видите уже пляж море все столики почти свободные жарь не хочу это на самом деле фишка турков они любят вот так именно отдыхать и во всех парках обязательно стоят такие беседочки мангалы все совершенно бесплатно ну а у нас закат красота ужин готов красота дайска говорит что вроде вкусно вкус интересный но это не точно прикольный да держи готова будем завершать этот видеоролик ищите свои комментарии кто не поставил лайки обязательно поставьте подписывайтесь еще не подписывались наше приключение путешествие по турции продолжается чем выльется не знаю но но пока как есть пока и и и и и и